МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Большое спасибо за приглашение. С учетом как раз актуальной повестки в российско-белорусских отношениях я немного скорректировала тематический фокус его выступления и название моего доклада сейчас, будучи следующим образом «Петля времени. Негативная диалектика социально-политических трансформаций в постсоветской Белоруссии». Актуальная политическая повестка с предельной точностью фиксирует позицию, с которой следует оценивать прошедшие 30 лет. То, к чему привели 30 лет трансформации, это неожиданно обретшая реалистичность плана углубленной интеграции России и Белоруссии. Кто-то может усмотреть в актуализации старого проекта союзного государства прогрессивную логику или даже реванш. Не без оснований, конечно. С формальной точки зрения речь действительно идет о возвращении к идее политической общности, которая является наследницей идеи СССР. Воспринимать это возвращение как своего рода реванш вполне могут те 15,6% белорусов, которые в августе 2019-го, отвечая на вопрос, какими бы вы хотели видеть отношения Белоруссии и России, выбрали вариант «Белоруссия и Россия должны объединиться в одно союзное государство». Это данные Белорусской аналитической мастерской. Подчеркну, что данные социолога из Национальной Академии наук тоже по 2019-му году дают процент в два раза больше, 36,1. Элементы регрессивности и реванша создают ощущение петли времени. Так, словно историческая динамика обернулась в пять, словно бы импульс развития, заданный распадом Советского Союза, вылился в траекторию, которая в итоге вывела нас к исходной позиции только с противоположной стороны. Ощущение петли времени не обманут. Только петля затягивается не из прошлого, а из настоящего. Предлагаемый план влубленной интеграции продиктован интересами политических элит обеих стран, которые определяются актуальной геополитической и экономической ситуацией, радикально отличающейся и от ситуации 1991 года, когда вместо распавшегося СССР был создан СНГ, и от ситуации 1999 года, когда Россия и Белоруссия был заключен договор о создании союзного государства. Заключен и, как мы все знаем, заморожен. Его стремительная разморозка, реактуализация – это стратегия, в которой гештальт возвращения – отличный ресурс для спекулирования на ностальгии по советскому прошлому, ассоциируемому с социальной стабильностью и умиротворяющей идеологией славянского братства. Другими словами, и возвращение, и реванш – это своего рода фантазмы, которые питают мобилизационный потенциал политики углубленной интеграции. Призваны питаться, ибо речь идет о манипулировании, коллективными аффектами и травмами. Как вы знаете, недавно группа ученых из ЛГИМО подключилась к этому процессу, предоставив научное обоснование плана углубленной интеграции. Однако же то, на что нас хотят мобилизовать, очень далеко от великих ожиданий 89-го года. Углубленная интеграция – это перечеркивание этих ожиданий. Беларусь, несомненно, имеет собственную специфику в контексте социально-политических трансформаций в Восточной Европе, запущенных перестройках. Эта специфика теряется из виду, если оставаться на уровне больших генерализаций. И тех, которые основываются на транзитологической теории, и тех, которые отказываются от нее. Констатирую, что транзитологическая логика провалилась в силу механического следования образцам западных либерально-демократических институтов. Вы знаете, соответствующие доклады в этой связи генерализации на учебном уже в 2007 году, например, в Кембриджском университете. Как и для большинства бывших советских республик, для Беларуси надежды, пробужденные перестройкой, были связаны с двумя ключевыми моментами. Либерализация общественной жизни и возрождением национального сознания. Поэтому общественно-политическое движение, которое в конце 80-х составило реальную альтернативу коммунистической партии, было национально-демократическим. Его название заключало в себе сильный мобилизующий насчет Белорусский народный фронт возрождения. Однако последующие социально-политические процессы в стране разворачивались таким образом, что рассматривать белорусское общество как переходное можно только применительно к очень краткому периоду. С 1990-го, год объявления независимости РБ, по 1994-й, год выбора первого президента Республики Беларусь. Это был период, когда во всех ключевых сферах общественной жизни, законодательства, институты, структура власти, экономика, действительно ясно обозначались тенденцией демократизации и либерализации. Не могу не отметить, в этот период, в 1992-м году был создан университет, который я представляю. Европейский гуманитарный университет, который до 2004-го года работал в Беларуси, в Минске, а в 2004-м был форсирован на СССР, как политический релевантный проект, и теперь продолжает работу в Литве. С 1996-го года, это год противозаконного изменения Конституции действующим президентом, когда он разогнал легитимный Верховный Совет и создал на него вместо него Палату представителей, начинается другой этап. Государственное устройство в Беларуси отчетливо обретает форму электорального авторитаризма, который на многие годы обеспечил Республике Беларусь славу последней диктатурой в Европе, а в 2019-м дозрел до того, что суверенитет Беларуси снова оказался поставлен под вопрос. В независимой прессе критика авторитарного режима традиционно дополняется критикой оппозиции, бессилие и неконструктивность которой стали общим местом в социально-политических оценок самых разных сторон. С моей точки зрения, критическая ситуация с оппозицией является проявлением более фундаментальной проблемы, а именно слабости гражданского общества, которое потенциально призвано быть ключевым политическим субъектом в Демократической Республике. В этом коротком выступлении я хотела бы обратить внимание на ряд структурных причин, которые препятствовали и продолжают препятствовать формированию дееспособного гражданского общества в Беларуси. Как будет показано далее, на каждом этапе можно опознать специфическую негативную диалектику, которая препятствует формированию гражданского общества. Эта негативная диалектика обусловливается совокупностью локальных, культурно-исторических и социально-политических обстоятельств и в этом смысле является глокальным феноменом, осмысление которого требует выхода за рамки и универсальных теорий модернизации, и дихотомии универсализма-партикуляризма. Таким образом, термином негативная диалектика я обозначаю действующую, действенно-историческую, взаимосвязь условий, которая отличается внутренним напряжением и конфликтностью, и как таковая, перманентно подрывает возможность формирования гражданского общества. Подчеркну, не разрушает его, а именно действует на опережение, то есть, говоря философским языком, представляет собой историческое априори, которое является условием невозможности формирования гражданского общества. Негативная диалектика первого, переходного этапа в социально-политическом развитии суверенной Беларуси 90-х и 94-х, была связана со следующими обстоятельствами. Последовательной русификацией Беларуси в советский период, идеологическим господством советского мифа об учреждении Беларуси как самостоятельного политического образования. Здесь очень важно принимать во внимание, что большинство граждан БСССР, Белорусской Советской Социалистической Республики, знали историю своей национальной культуры исключительно в той версии, которая излагалась в советских учебниках. И следующий фактор – это форсированное выдвижение Белорусским национальным фронтом в качестве политического приоритета, скорейшего перехода на белорусский язык во всех сферах общественной жизни. Эти обстоятельства и связанные с ними контроверзы идентичности, ценности и ориентиров обстоятельно обсуждались с самыми разными исследователями и аналитиками. Я бы хотела указать сегодня на два момента, которые, как правило, не получают должного освещения. Речь идет о двух ловушках, которых мы, как я понимаю, едва ли могли избежать. Первая – это ловушка политико-лингвистического дуализма, в которую попали белорусские интеллектуалы, которые теоретически должны были бы вместе способствовать формированию рефлексивного гражданского общества. Что имеется в виду? В связи с однозначной ориентацией Белорусского народного фронта на этническую модель национальной идентичности, среди интеллектуалов, которые разделяли базовые установки перестройки, произошло разделение по языковому принципу. В результате этого рокового раскола национальные и либеральные, проевропейские дискурсы поляризовались, а не образовали единство, как это имело место, например, в Польше или соседней Литве. Потребовалось около двух десятилетий, чтобы соответствующие группы начали постепенно осознавать, что их противостояние и взаимная критика обесценивало обе стороны и в конечном счете препятствовало гражданской солидарности в обществе. Вторая ловушка – это своего рода темпоральная ловушка, которую, это нужно подчеркнуть, мы в состоянии опознать только сегодня. Речь идет о несовпадении во времени исторического запроса на национальное самоутверждение и требуемого для этого состояния политической субъектности. Чтобы осмыслить существо этой ловушки, нужно учесть два представления о времени, предложенных еще в античной традиции – кайротическое и хронологическое. Кайрос обозначает благоприятный момент для того, чтобы состоялось некое значимое событие. Тем самым он указывает на уникальную своевременную событие. Можно сказать, что перестройка, как окно возможностей и запросов, открывшаяся в исторический момент с 1985 до 1991, была кайротическим моментом. Однако же тогда, в отмеченный хронологический период, она не могла стать кайротическим событием для Беларуси, потому что кайротическое событие означает как раз, что субъект соответствует моменту. этого не могло произойти, потому что в хронологическом времени субъекту фигурально выражаясь, еще нужно было дождаться самого себя, прийти к самому себе, опознать себя как субъекта, соответствующего такому событию. Кратко, субъект был отсрочен во времени. Развлечение кайротического момента и хронологического или профанно-исторического порядка очень важно для данной конференции, так как оно обосновывает возможность реактуализации момента великих ожиданий. Не в смысле повторения того, что случилось в указанный хронологический период. Это было бы абсурдное притязание. А в смысле актуального соотнесения с историческим запросом к аэротическому моменту перейд. Негативная диалектика второго, авторитарного этапа в новейшей истории Беларуси обусловлена наложением двух систем координат в современном белорусском обществе. Авторитаризма, который масштабно воспроизводит советские паттерны управления государством и глобализацией с ее неолиберальными установками в экономике и открытым горизонтом возможностей для индивидуальной самореализации. В экономике отмеченное наложение приобретает форму государственного капитализма, который белорусские граждане называют самой страшной формой угнетения. Почему так? Потому что в Беларуси авторитарный паттернализм, вопреки собственной риторике, не предполагает социальных гарантий. А капитализм, вопреки собственной логике, не предполагает свободы для предпринимательства. Подобные структурные разрывы между означающим и означаемым неизбежно ведут к росту фрустрированности в обществе. Другой негативный эффект структурного сцепления двух систем координат – это формирование индивидуалистической культуры, ориентации на ценность отдельного индивида, которое в Беларуси не сопровождается формированием политической агентности, то есть способности и воли индивида ответственно действовать в качестве гражданина в соответствующих социально-политических контекстах. Мы имеем таким образом удручающее сочетание индивидуализации и деполитизации, которое прямо связано с тем, что нынешний государственный аппарат является аппаратом депривации агентности. Здесь я хотела бы сослаться на результаты опроса 2016 года, проводившегося международным агентством ПАК в Беларуси. По результатам этого опроса 98,6 белорусов полагают, что они не имеют никакого влияния на принятие решений, касающихся социально-политического развития своей страны. Ни на локальном уровне, ни на уровне местных органов власти, ни на государственном уровне. Как показывают многочисленные публикации, наше гражданское общество не верит в собственную дееспособность. Таков итог новейшей политической истории Республики Беларусь. Вместе с тем, актуальная политическая повестка вводит всех нас, граждан Беларуси, в ситуацию чрезвычайного положения. Угроза суверенитету – это радикальная постановка под вопрос самого существования гражданского общества как политического субъекта. Это исторический запрос на переутверждение Беларуси как суверенный республик, которое может состояться только благодаря утверждению, деятельному проявлению гражданского общества, кооперативного мы, как политического субъекта. В этой точке каэротический момент перестройки и требования текущего момента оказываются комплементарными. В завершение я хочу сказать, что было бы крайне интересно и важно провести какой-то независимый мониторинг относительно того, каковы же мнения российских граждан по поводу этого плана. И также было бы очень важно услышать какие-то публичные высказывания российских интеллектуалов по поводу этого проекта. Спасибо за внимание.